всем приветики пришла ко мне своя уберись а такая посылочка в таком пакетике это часики с проектором на стену и можно сейчас открыть посмотреть что-то внутри разрезаем упаковочку и и посмотрим что внутри чувствуется что она с пупыркой таком почтовом пакетике как типа с алиэкспресса приходит вот такая коробочка обернутая в пупырку ну и пупырочку надо снять конечно же тоже все приклеено скотчем ну вот получается это тоже скотч разрезал тут нужно его отодрать и он сдирается с наклейкой наклейка говорит о том что цвет зеленый часов видимо проектор должен быть красный снимаем тут и она в принципе должно доставаться упаковочка правда наклеечка забралась говорящие о том что цвет зеленый ты что тут получается у нас такие часы гаосио фирма модель и они получаются с таким зеркалом здесь должен быть цвет зеленый а проектор красный вот он может быть зеленый белый красный и у нас наклейка была которая оторвалась то что зеленый эти красные наверное тут и тут было бы круче вот потом что у нас тут летмер клок зеркальное светодиодные часы здесь что у нас USB кабель температура будильник время так здесь просто ничего такого интересного здесь тоже принципе все можно открывать хорошо что она в пупырки было так внутри часы коробочка пустая кабель получается у нас замотанный в проволочку вот она проволочка так кабель естественно юсбшки именно адаптера нету сама юсб сам кабель юсбшный есть вот она юсбшка длина где-то метр метровый кабель и в конце такая вот такой вот штекер который вставляется в часы ну и собственно самые часы тоже в пупырки кстати круто то что они сверху в пупырки внутри картонка и внутри еще пупырка то есть часы в пупырки в картонке сверху еще в пупырки что довольно таки круто это у нас получается инструкция как я понимаю на китайском который естественно мы не поймем и на английском вот он английский язык инструкции ну естественно это все нужно переводить хотя в целом все часы в принципе работают одинаково можно попробовать и без инструкции так ну про по методам проб и ошибок разобраться принципе можно и так попробовать без без инструкции но инструкция будет хорошим как бы помощником если вдруг где-то будет что-то непонятно но и естественно нужно прогонять через переводчик потому что так лично мне мало чего понятно и соответственно нужно нужно переводить но это мы потом сделаем так тут как бы зеркало вот она зеркальная поверхность то еще ты мог утром подняться посмотреть и часы которые здесь идут и на свое лицо посмотреть убедившись что ты красив по прежнему но эта пленка то есть она зацарапана не потому что она зацарапана потому что пленка типа пока часы ну то есть если начать сделать пленку то вон она видно что она становится идеальным естественно пока мы не убедимся что часы точно работает пленку снимать не надо чтобы если что можно было вернуть то что мы там есть функция возврата на вайлдбрессе ты платишь только за обратную доставку то То есть, если я их заказал за 33 рубля, то доставка будет назад 3 рубля. То есть, 30-ку я возвращаю, а 3 теряю. Ну, в принципе, если они не работают, то нормально. Снизу такие ножки, получается, резиновые, на которых будет стоять. Вот она. Здесь сами часы, а вот это вот проектор, который может вертеться. Сзади его, видимо, фокус, типа, чтобы оно точнее было. Кнопочки, настройки, вверх-вниз и аларм-будильник. Сюда батарейка, видимо, вставляется, чтобы можно было от батареек. Но батареек на него не напасёшься. Учитывая то, что проектор будет работать и, наверное, тянуть будет много. Поэтому от 5-вольтового адаптера питания будет работать у нас. Ну, а здесь, видимо, для проветривания отверстия. А вот для будильника, я так думаю, а это для проветривания. Ну и, в принципе, что? Ну, а и сверху ещё у нас есть что? Проекция аж шнувся. Я не знаю, что это такое. Вот, поэтому... Нужно пробовать, наверное. Ну, в общем, опробовал я эти часы. Разобрался с ними полностью. Правда, уже несколько дней прошло. Но, тем не менее. В итоге, получается, плёночку я уже, естественно, отсюда снял. Потому что она мне уже не нужна. Кстати, когда снимал, заметил, что... Это изначально было там, в начале видео. Я когда записывал видео, не заметил, что... А стекло-то отклеивается. То есть... Это было изначально, когда я распаковывал. Я потом пересмотрел распаковку, да. Было там отклеено. Но я этого сразу не видел, тоже заметил потом. То есть, новые часы, а уже вот такая штука. Не до конца приклеены, что... Что не очень. То есть, получается, они не сильно-то и качественно собраны. Плюс само зеркало тоже, вон оно какое кривое. То есть, на нём хорошо видно, только когда вы вблизи стоите. То есть, вот пока рука близко. Её нормально видно. Причём, по всему зеркалу. Но стоит её отдалить. И начинает происходить что-то странное. Она начинает... Становится... В середине она... А на той палец вот тоненький в середине. Вот палец в середине тоненький. А край он огромный. Тоненький, огромный. То же самое и с вашим лицом происходит. В середине он тоненький, а край он огромный. То есть, получается, чтобы нормально посмотреться в это зеркало, вы должны стоять перед ним. То есть, вот где-то не на большом расстоянии. Если вы отдаляетесь, то, естественно, начнёт искривляться ваше лицо. Вон, как пальцы искривляются. Короче, не очень зеркало. Получается, часы должны стоять именно вот перед кроватью. Вот вы спите, и перед вами стоят часы. Вы проснулись, посмотрели, ага, увидели себя. Потому что, если они будут далеко, то ваше лицо будет искривляться так же, как сейчас пальцы искривлялись. Ну, а сами часы, получается, могут работать от батареек и от сети. Если они работают от батареек, от трёх пальчиковых батареек, это получается 4-5 вольта, то они будут работать в экономном режиме. И в экономном режиме постоянно будет гаснуть экран и проектор. То есть, получается, они включаются, и через 15 секунд всё выключается, и экран, и проектор. А от сети такого нет. То есть, если вот вы включаете от сети, это получается у нас проветривание, это динамик, здесь батарейки. И получается, вот если они от сети работают, этот экран горит всегда. Всегда горит этот экран. А если от батареек, он 15 секунд поработает и гаснет. И чтобы вам снова его зажечь, нужно нажать любую кнопку. И тогда он загорится. Кроме проекции. Проекция включит проекцию. Но проекция тоже поработает 15 секунд и погаснет. И, как мне кажется, для часов это не очень. Зачем нужны часы, к которым нужно постоянно подходить и нажимать кнопку, для того, чтобы увидеть время. Получается, они... Вот вы включаете, вы нажали кнопку, они загорелись. Прошло 15 секунд. И они выключились. Также и проекция выключилась. Если вы хотите увидеть время, вам нужно подойти и нажать любую кнопку, получается. И тогда они загорятся на 15 секунд. Также и проекция. Вы включите, она погорит 15 секунд. А потом погаснет. И зачем такие часы, если к ним нужно постоянно подходить и нажимать кнопку. Поэтому от батареек, чтобы она работала, вообще не вариант. Поэтому только от сети. Потому что нажать я могу и телефон достать, и в телефоне нажать. Или там, я не знаю. Потому что это неудобно. Ну, а от сети постоянно работает как экран, так и проектор. Собственно, сверху есть две кнопки. И одна включает проектор. Вот он. Одно нажатие включает его. Второе делает яркость поменьше. И третье нажатие выключает его. А кнопка для часов, вот она, нажатие делает. Получается, здесь три режима яркости. Максимальный, средний, минимальный и выключенный. Вот, для этого нужна верхняя кнопка. Вот они две кнопки. Проектор, часы. Ну, и можно посмотреть, вот получается. Вот она, яркость. Проектора максимальная. Средняя. Там уже почти не видно. И выключено. Еще у проектора есть крутелка. Настраивает фокус. То есть, если мы вот смотрим, видно 0,0,2. Крутим. Крутим крутелочку. В одну сторону становится не сильно четко. В другую. Крутим в другую. Видно, что становится уже почетче. Ну, да, видно, что вот она немножко вот так вот расплывчится стала. Вот вообще, ну, слабо видно. Видно, что она сейчас, так и вообще. Просто какое-то пятно такое не сильно четкое. Крутим в другую сторону. Это я, получается, крутил вправо. А сейчас кручу влево. При таком положении. И оно становится четким. Вот. И оно стало четким. И таким вот образом можно настроить четкость проектора. Часы же настраиваются очень просто. На самом деле здесь всего 4 кнопки сзади. Одна – это режимы и настройка. Другая – вверх-вниз для настроек и будильник. Не получается, нажимая на кнопку режима, мы переключаемся на дату, температуру и на возможность включить ночной режим. Чтобы что-то настроить, вы заходите в тот режим, который хотите настроить, нажимая, уже удерживаете. Не просто стригаете, а удерживаете. Нажимаете, удерживаете кнопку мод. Кстати, видно, что она так мерцает. Ну, то есть, такое переливание идет часов. В реале оно не мерцает. Эта камера так передает. И нажимаю. После того, как нажали и удерживаете, оно начинает мигать. И когда оно уже мигает, просто один раз нажимаете и переключаетесь. То есть, вот, нажали, удерживаете. Оно начинает мигать. И один раз нажали, уже не удерживая, и оно переключается. А дальше уже кнопкой вверх и вниз настраиваете. Настраиваете часы. И все, вот они, часы уже настроены. Хотите настроить дату? Переключайтесь на дату, удерживаете. Оно предлагает сначала настроить год, а дальше предлагает настроить дату. Это месяц, это день. То есть, вот, месяц, 12 максимум. А это, соответственно, день. 31 максимум. Ну, а дальше температура. Кнопкой вниз вы переключаетесь на Фаренгейты, либо Цельсия. Если нажать и удерживать мод, оно перейдет в режим переключения. 10 секунд оно вам будет показывать. Часы. 3 секунды дату. И 3 секунды температуру. И так постоянно. Если вам такое не нравится, то тогда обратно идете. На температуру нажимаете. Удерживаете мод. И возвращаетесь в режим, когда отображаются только часы. Ну, а ночной режим, если вы его включите, оно перейдет на минимальную яркость. И минимальная яркость, она включается, когда на часах 18. Получается, с 18 часов до 6 утра минимальная яркость. А с 6 утра до 18 максимальная. Это называется ночной режим. То есть, ночь с 18 до 6, поэтому оно делается более тусклым, чтобы не напрягать вас. А если вы отключите, оно перейдет на ту яркость, которую вы задали верхней кнопкой. То есть, оно ее запомнит, и потом на нее перейдет. Все, это все настройки. И остается только будильник. Нажимаем на кнопку будильника. Вас показывает время будильника. Нажимаем еще раз. Вон он, будильник включился. Нажимаем, выключился. Кстати, если вам нужен будильник, не забудьте, что вот эта штучка должна быть включена. Значит, чтобы его настроить, нажимаем и удерживаем кнопку будильника. И начинает настраиваться часы, затем минуты, затем повтор. Повтор вы задаете, через сколько нужно повторять будильник. То есть, когда будильник сработал, если вы нажмете любую кнопку, он выключится. Но если вы нажмете вот эту кнопку уменьшения яркости часов, он перейдет в режим повтора. А повторится через то время, которое вы задали здесь. Нажимаете еще раз кнопку будильника и здесь показывает дни. То есть, сколько дней оно будет срабатывать. То есть, с одного по пять дней. То есть, пять дней подряд. То есть, если вы пять дней работаете, а два отдыхаете, то это ваш режим. Вот. Ну и, в принципе, все. Я по настройкам это все. Единственное, что остается сказать, что здесь получается, когда включаешь проектор, видно, что вот эта часть более ярче, а вот эта более темнее. То есть, семерка ярко, а двойка хуже. Скорее всего, это все из-за того, что лампочка расположена неправильно. Причем это не только в этих часах так. У меня есть другие часы тоже с проектором. Там тоже самое. Вот эта часть ярче, а это темнее. Получается, видимо, лампочка стоит не посередине, чтобы освещать все равномерно. А где-то с краю. И освещает вот это хорошо. А вот это уже как получится. И видно, что вот она семерочка яркая, а двоечка, она уже здесь почти что и не видна. И это минус. И еще в проекторе нет функции переворота. То есть, часы должны всегда стоять вот так вот перед вами. И тогда проекция будет вот такой вот. То есть, вы можете просто подвигать вот эту штучку, переместив проекцию куда-то. Но именно перевернуть ее нельзя. То есть, когда они стоят вот так перед вами, то и время отображается правильно. То есть, если вот они стоят внизу кровати, то у вас будет правильно. А если сверху кровати стоят, то вы не поставите часы сверху кровати вот так, чтобы типа поднять голову и глянуть на часы. Потому что у вас проекция будет тогда вот такая. Неправильно. В других часах у меня есть функция переворота. То есть, даже если их поставить вот так над кроватью, можно перевернуть. А здесь нельзя. Если вы поставите над кроватью, то вам придется их поставить от себя. То есть, чтобы они отображались вот так, вам нужно будет поставить их к себе спиной. Если у вас будет стоять над кроватью. То есть, если у вас здесь кровать, часы должны будут стоять так, чтобы вы лежали, и ваша голова смотрела на потолок и видела вот такую вот картинку. И это огромный минус, конечно. Вот. Ну и, в принципе, все, что можно сказать про эти часы. Из минусов, то, что нет поворота правильного, проекции, то, что проекция светится неравномерно. Одна часть хорошо освещена, другая плохо. И то, что... И то, что зеркало здесь, во-первых, отклеивается немножко, и то, что оно кривое. По сути, его здесь могло бы и не быть, потому что зачем... Ну, зачем оно вообще надо? С утра мы же все равно идем умываться и смотрим там в ванне в зеркало. Получается, вот если бы часы были бы без зеркала, то они были бы, наверное, вот такие темные, и они бы круто смотрелись. То есть, вот они бы стояли днем, работали, и вот такая вот картинка была бы темненькая. А так, если они будут днем стоять, учитывая то, что у них и есть зеркало, на них может светить солнце, и тогда вы просто ничего не увидите. Вот так вот, как сейчас. Вот будет на них солнце светить? Ничего не увидите. Нужно будет либо закрыть солнце, либо встать под тем углом, где солнце на них не светит, и увидеть часы. Что не совсем удобно, как бы. Ну, и еще неизвестно, как они будут работать. Ну, то есть, точно, не точно, те часы другие, которые я покупал с проектором, у меня на год начали спешить на минуту. А это круто. У меня были часы, которые за неделю на минуту начинали спешить, и это уже плохо. А на год спешить за год всего лишь минуту, а это довольно-таки круто. Это более-менее точно. Было бы идеально, конечно, чтобы они вообще не спешили, но это другие часы. А как эти будут работать, неизвестно. Это тоже еще под вопросом. Вот. Ну, в целом, я покупал их не для себя, а на подарок маме, потому что у меня есть такие, не такие, а часы с проектором. И это очень удобно, когда ты просыпаешься, смотришь на потолок и видишь время. То есть у тебя зазвонил будильник, ты открыл глаза, то есть ты еще даже не дотянулся до будильника, но уже открыл глаза и видишь время. Это очень круто. Я по себе знаю. То есть ты... Чтобы увидеть время, тебе не нужно когда-то тянуться, что-то там смотреть. Тебе достаточно просто открыть глаза, и ты сразу видишь время. Это очень круто. У меня такие часы есть, и поэтому я такие купил маме. И так, что это для нее подарок, собственно. Я ей их и подарю. Остается надеяться, что они будут работать хорошо, что больше нигде ничего не отклеится, не отвалится, что все будет идти более-менее точно, не отставать, не спешить. Ну и она тогда будет пользоваться и радоваться ими. Она как раз хотела себе что-то светящееся. А с проектором это я уже решил добавить, чтобы ей еще более круче было. Чтобы ей больше создать удобство. Чтобы она получила не только светящиеся часы, то, что она хотела именно, чтобы светились, чтобы ночью было видно. А чтобы еще и на стене можно было видеть. Вот. Вот так вот часы выглядят в темноте. Довольно-таки неплохо. Это максимальная яркость. Это средняя, минимальная выключена. Ну и можем включить проектор. Вот он проектор. Так вот он выглядит в темноте на максимальной яркости. Но это правда ковер, поэтому здесь так оно немножко. Это средняя, вернее минимальная яркость проектора. Так вот она выглядит вполне даже неплохо. То есть в темноте должно будет быть видно отлично. Ну и вы еще можете крутилку покрутить, регулируя четкость. В данный момент видно, что она не сильно четкая. Она начинает расплываться. Крутим крутилку. Вот она уже четкая. Ну то есть вы фокус сами настраиваете, как вам там лучше. Вот сейчас более-менее четко стало. В принципе от расстояния, от длины расстояния, от того, насколько далеко вы регулируете фокус. Потому что у всех разная дистанция будет, куда они светить, будет соответственно разная настройка у всех будет. ну и вот так вот. По-моему, довольно-таки неплохо. Но, как мне кажется, зеркало здесь лишнее, его можно было бы и не делать. Лишнее отражение, вот мне кажется, ни к чему. Лучше бы просто был темная пластмасска, на которой бы светились часы. Было бы круче, намного круче, я так считаю. Ну вот и все. Такие вот часы. Осталось только подарить их маме. Так что, на этом все. Всем пока-два.